Мария Владимировна, спасибо вам большое за ваши профессиональные ответы. Я являюсь главным редактором газеты «Общество и экология», которая выходит в Петербурге 23 года, и также являюсь председателем Союза Донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот, видите, вот, теперь у нашего друга из Соединенных Штатов Америки появилась возможность напрямую поговорить с человеком, который просто с фактами, так сказать, от земли вам расскажет, что происходит в Донбассе. Он просто вам расскажет. Совершенно правильно, да, и спасибо большое Сергею Викторовичу Лаврову за его четкую гражданскую позицию. А коллеги из СНН, я рекомендую поехать в Луганск и Донецк и пообщаться с простыми жителями, чтобы вы не задавали вопросы, неправильные вопросы, Марии Владимировне, а общались с жителями. Это я вам рекомендую. Я говорю, СНН не может себе это позволить, потому что редакция СНН находится в Соединенных Штатах Америки и никогда их туда не отправит, потому что тогда они должны будут рассказать правду. Вот сейчас вы являетесь представителем этого региона. Вы же оттуда. Конечно. Вы же не житель Москвы и Санкт-Петербурга. Я вам даю... Коллега, дайте вопрос. Лично вам даю разрешение, разрешаю, можно сказать, повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании, является вашим коллегой-журналистом. Начните с него. Поговорите с ним. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Вы же знаете, это лучше меня. И вы знаете это. И никогда эти материалы не появятся на СНН, потому что вокруг тогда штаб-квартиры начнут ходить кругами заказные демонстранты. И вас начнут отменять точно так же, как всех отменяют других, кто показывает правду. Еще раз говорю, какое вам нужно разрешение, чтобы взять интервью у человека, который приехал с Донбасса? Никакого не нужно разрешения. Я вам разрешила. Он тоже. Поговорите с ним. Он вам расскажет правду. Ведь вы так любите показывать в кадре простых людей из какого-то региона. Вам так нравится показывать конкретную жизнь простого, я не знаю, гражданина Украины. Вот вам простой житель Донбасса. Ну, наверное, ваш еще коллега. Поговорите с ним. Да, так и есть. Мария Владимировна, вопрос такой. Уважаемый коллега, давайте не будем тут устраивать Америку. Но все-таки Россия, русская цивилизация справедливая. Справедливая. Каждому коллеге надо дать слово. А вы как американцы ведете себя, все время на себя одеяло тянете. Мария Владимировна, вопросы краткие. Нет, минуточку, подождите. Я не могу с этим смириться. Мы с ними не под одним одеялом. Ну, тянут одеяло на себя, я имею в виду. Ну, вопрос такой. Можно, Мария Владимировна? Конечно. Да. Мария Владимировна. Хорошо. Да.